всем привет вы на канале sky crawler сегодня у нас dragon quest 11 для nintendo switch как всегда будем тестировать ее на разогнанном свече с графическим конфигом от уважаемого eclipse и что же у нас по изменениям в графике так смотрим версия кстати 101 самой игры разрешение в портативе увеличена с 720p до 900 пи фильтрация текстур изменена с линейной на низотропную увеличена дальность прорисовки теней увеличена дальность прорисовки объектов все это конечно же должно работать только с разгоном потому что настолько она не рассчитана смотрим вот наш док у нас по процессору 1785 921 1600 смотрим scarn статус собственно то же самое меня спросили почему я постоянно показываю эти настройки потому что человек который зашел на канал и он не знает что здесь есть подобное тестирование и смотрит что подписано свечу с он не знает на каких частотах я это все тестирую а если это иностранец то соответственно он не сможет прочитать и нормальное описание поэтому я показываю эти все фишки я игру уже потестировал первая музыка это конечно божественно уж что что саундтреку игры ну просто улет второе что по игре настолько стабильного фреймрейта как здесь я вообще не видел нас еще серьезно настолько плавно настолько хорошо игра идет что у нее просто даже приятно играть так смотрим бэггинс это я так то бла 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 что было у нас впереди за пошло на все так и сейчас мы пройдем с вами просто первую локацию и посмотрим где-то в каких-то местах я буду останавливаться чтобы вы могли посмотреть собственно об изменениях я уже в сам данж зашел к ним побегал но для вас я специально вернусь и как видите первое это конечно разрешение увы даже разгон тут не помогает и разрешение действительно или низковатая вот сейчас немножечко пройдем особенно заметно это на объектах водка таких как мост и так далее то есть видно что картинка реально вот прямо сейчас очень низкого разрешения но это абсолютно игре не мешает опять же говорю фреймрейт тут стабильнейший каких-то микро лагов микрофризов нет все просто супер я сейчас специально вернусь на самое начало локации это вот сейчас можно наблюдать по поводу разрешения если видите мост начинает рассыпаться за ним бревна то есть вот эти вот все лесенки это есть то самое заниженное разрешение что по объектам сейчас постараюсь найти этот момент где-то по моему он отсюда вы сможете у себя определить насколько дальность прорисовки улучшилась сравнение стоковой вашей версии смотрим дерево под ним мужчина находится вот прямо слева от головы и потихонечку начинаем идти об и появляют то есть вот на таком буквально расстоянии уже начинают прорисовываться трава как видим вот между головой персонажа и мужчиной полным есть вот собственно уже трава появляется вот она это для себя такой триггер сделал для того чтобы можно было более-менее наглядно показать что по теням они здесь так сделаны что я пока что особой разницы не увидел прям по дальности но можно вот насчет вот этой скалы попробовать посмотреть насколько у нас но в принципе детализация сама к ней начинается довольно близко так дальше нас не пустят и теперь собственно начинаем смотреть я специально буду делать такие паузы чтобы вы смогли со своим своей версии стоковые сравнить то есть стоит она того не стоит что по четкости к сожалению youtube часть пережмет но я постараюсь сделать более-менее блин у свеча очень неудобные стики по сравнению с playstation 4 я не могу постоянно контролировать то есть них шаг такой минимальный что на это не очень чем картинка очень приятно опять же говорю таких каких-то лагов фризов нет утверждать за всю игру не могу по причине того что она огромное разнообразная разные локации разные спецэффекты и так далее детализация но вот то что я вижу это конечно здорово одна из самых таких приятных и красивых игр на ниндендо свитч что касательно по температурным параметрам у консоли скажу честно самой самой нагружающей игрой для ниндендо свитч была sinking city она действительно прожаривала консоль ну как прожаривала для меня прожаривал это 67 69 градусов для вас это я не знаю может быть и 100 градусов то есть температура в принципе очень приемлемая даже в 100 в стоке в хэндхеле я ее разгонял до максимума играл до причем ощущения такие как сидишь с портативным устройством и шумит кулер но при этом приставка даже не горячая то есть это немножко сбивает с толку да игра красивая идемте дальше сейчас немножечко походим пару драк проведем и уже там на этом будем смотреть результат я в принципе планирую немножко затянуть это видео потому что ну просто так сходу показать вам две сцены это немножко некорректно для этой игры это не аркадка не какой-то платформер здесь немножечко все иначе так но бои тут совсем простенькие они вроде как и сделаны под динамику но на самом деле мне вот лично кажется что самые классные динамические бои были именно в ватернол серии этого фантазия так далее последняя кстати была на playstation 2 которая мне больше всего понравилась которая проходила вообще с жанром jrpg к сожалению на современных консолях все очень и очень плохо и nintendo switch это по моему вот кладезь для любителей старой школы потому что та же персона вторая для меня eternal punishment они eternal sin еще является ну одной из лучших игр данного жанра я уже не говорю про финалку девятую сина сагу и прочие так собаки на такой все плавненько все отлично будем дальше да еще маленькое объявление по ванише на фитон картер эклипс исправил конфиг и теперь вот этих размазываний быть не должно то есть там все поправлено все сделано можете перекачивать его и собственно играть за что же ему отдельное спасибо опять же потому что эти размазывания были крайне неприятные оу мышь поймал мыша и переби не спеша как говорится но не суть важно так выходим я в принципе даже не знаю что находится но было бы интересно посмотреть на какой-нибудь городок но здесь не городок здесь лес как говорится как говорится как говорится в чем заметьте картинка не на секунду не дает каких-то лагов тормозов микрофризов и так далее ну то есть все очень классно бейте собаку у меня еще и лекарь отлично на филлер ненавижу вот эту механику когда в играх там типа мисс мисс сколько битв было в некоторых играх но вот зачем было вводить вот такую механику да когда ты можешь передвигаться по пути да что ж ты мазил это такой по полю боя но при этом то есть вводить механику передвижения по полю боя без возможности вернуться то есть отошел куда бы он не плюнул он все равно тебя задел и с первого положили я хочу все-таки немножко дальше пройдет для того чтобы показать больше видите я отошел он все равно меня бьет ну то есть смысл тогда вообще двигаться я не вижу тут вроде можно переключиться на пошаговую боевку я думаю это будет лучше так уровень получили новые спецэффекты посмотрим на может система частиц тут интереснее но нет все обычно так что смело ставьте конфиг разгоняйте игру на игру приставку и получать удовольствие серьезно она того стоит игра бесподобно в принципе для меня конечно фаворитом до сих пор остается если брать свечи это не на куни но я ее на ps3 в свое время до дыр затер но на свече это отдельно удовольствие играть вот здесь мы в последнее время вот здесь мы в последнее время Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok